У кого телега сдохла, кхуя... Так, подожди. Так у вас до сих пор ничего не работает, что ли? Я сейчас что-то не понял. Пиздец слагала. Не, я видел новости, что там как бы, ну, в Рунете почти все упало. Весь так называемый зарубежный интернет, многие платформы, в том числе, кстати, Твич, у людей тоже не работал. Да-да-да, сегодня. Утром или когда это было у вас? Телега упала, Твич упал. И мы сейчас увидим, короче, посмотрим. Короче, все по пиздец пошло, вообще реально. Так что, да, работало все. Ну, слушай, у тебя работало, у многих не работало. Чего уж тут скажут. Вот как-то так, да. У меня пиздец, только Твич работает. То есть до сих пор у кого-то еще не работает, что ли, или что? ТГ лежал. Упал Google Play, Телега VPN и Gmail почта, интернет. Нихуя, у тебя все упало, короче говоря. Ну, ты знаешь, каким VPN надо пользоваться, чтобы не падало. Привет, старый. Я заметил очень странное совпадение. Мне кажется, это не совпадение. Как вы знаете, сегодня, ну, очевидно, утром в России произошел массовый сбой, да? Интернета, соответственно. Глюкнули такие площадки, как Steam, Discord, Skype, WhatsApp, Telegram, Dota, Twitch. Ростелеком даже упал. Роблокс, МТС, Телега, Яндекс, Мегафон, Тинькофф, Белл... Короче, все по пиздец шло, да? Вот. На Россию упал интернет. В общем, не работало все почти, да? Порнхаб, блядь. И даже сайт, где след за сбоями не работал, понимаете? Вот. Вообще, то есть, ну, типа, что? У некоторых россиян даже не было связи. То есть, связи телефонной. Не у всех, конечно. Сделайте клип. Ну, у кого-то. В РКН заявили, что сбой в работе мессенджеров и других сервисов произошел из-за дудос-атаки на операторов связи. Да, конечно. Конечно, верим мы. Мы верим. Так вот, в чем же прикол? Говорят, что Роскомнадзор пытался, короче, пытался, Роскомнадзор пытался заблочить тестово, скажем так, телегу. Тем самым ебал все остальное. В чем прикол? Дуров недавно пытался встретиться с Путиным в Азербайджане. Путин отказался. У меня просто интересно, мне всегда было интересно, вот в последнее время, а вообще, в принципе, зачем Дурову, блядь, встречаться с Путиным? Почему Дуров так хотел с Дуровым, ой, Дуров с Дуровым, Дуров с Путиным пообщаться? Ради чего? После этого происходит вот эта хуйня. Блокировка. Не кажется ли вам, что Дуров что-то знает и хотел допиздеться с Путиным, чтобы телегу не трогали? Не кажется ли вам, что, возможно, есть какой-то конфликт между российским государством и Телеграмом? Что-то они не могут, видимо, поделить, на чем-то сойтись, из-за чего, возможно, Дурову сказали. Лолстим, лолстим-куфикс, или продать, выбор большой, посети сайт, выгодный прайс, если хочешь уиграть, посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Дурову сказали. Привет, ты даваешь. Из-за чего, короче говоря, вот это вот все, вот это вот пятое-десятое происходит. ТГ не хочет что-то раскрывать. Да я хуй знаю, что они не хотят. Ну, Дуров, наверное, не хочет прогибаться. А Кремль ему говорит, ну, братан, тогда мы тебя сами нагнем. Дуров, естественно, не дурак. Увидел, что Путин летит в Азербайджан, полетел туда тоже. Решил с ним пересечься, лично попиздеть. Путин отказался. Это официальные новости, он реально, ну, все, это есть уже, да, типа, это официальные новости. И, как бы, совпадение? Возможно. Но я не думаю, что это совпадение. Поэтому ждем в ближайший месяц-два новость. Не только о блокировке Ютуба. Так, была история, что Телеграм во время блокировки купил дедик у Амазона, где сидит РКН. То есть, если забанить телегу, РКН сам себя захуярит. Так что хуй они блокировка телеги. Так вот так и получилось. Сейчас они забанили. И что в итоге мы получили? Блокировку половина интернета, блядь, отвалилась сразу. Ну, типа, шо? Вот они и проверили, как это работает. Хуево это работает. Вот. Владимир Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Азербайджане. Президент России, основатель Телеграма, одновременно находились в Баку. Просто РКН просит забанить Медведева. А то этот бух и конч всех позорит. Даже Кремль вахуи. А он угорает и отказывается. Вот и начали душить. Президент России, основатель Телеграма, одновременно находились в Баку. По данным базы, за несколько дней до визита, чиновники администрации президента предложили Путину организовать встречу с главой в Телеграм Павлом Дуровым. Но Путин отказался. Причина отказа неизвестна. Вот. Блядь. Надули, ну давайте все заблокируйте, как в Северной Корее. Будем жить и смотреть Соловьева. Слушай, да примерно так уже и получается. Сбой в работе ряда сервисов ВРФ связан с Додос-атакой на операторов связи. Но она уже отражена, заявил Роскомнадзор. Но говорят, что это пиздеж. Роскомнадзор врет. Вот. РКН снова пытался убить Телеграм сегодня, заодно положил весь Рунет. Заключили эксперты. Само ведомство обвинило во всем хакеров и Додос-атаки на российских операторов. Вот только организовать распределенную Додос-атаку вообще на всех операторов, как оказалось, попросту невозможно. Роскомнадзор, судя по всему, пытался блокировать Телеграм. А блокировка Телеграм шатает и остальные ресурсы в Рунете. Такой был уже в восемнадцатом году, ровно тот же сценарий. Основатель какой-то хуйни. Вот так-то. Вот такие-то пироги, короче говоря. Кстати говоря, касаемо Телеги, вот этой всей ситуации, да, еще есть кое-что, которая... Новость, которая, в принципе, намекает на то, что в будущем... Привет, скажи. Новость. ВК решил сделать аналог Дискорда. Как вы думаете, почему? И для чего? Наверное, просто так. А то, как только у ВК появляются какие-то аналоги, для чего-то, например, для Ютуба, эта площадка начинает хуево работать. Тут как бы Дискорд уже какой-то аналог. Для Дискорда теперь еще, да? Ну, какая-то такая вот хуйня. Привет, Федор Симович. МММ донат 100. Короче, я надеюсь, это все фейк. И на самом деле никакого аналога Дискорда не существует. И не будет существовать. Потому что, если такое реально есть, и аналог какой-то делают, то, вероятнее всего, есть разговоры о блокировке Дискорда тоже в будущем. Ну, такие разговоры уже давно, на самом деле, ходят. Вот. Но дальше разговоров это как бы не движется дело, да? А тут аналог начинает какой-то делать. Поэтому да хуй знает. Эх. Так это скрин Скайпа. Не, ребят, просто оно выглядит так же примерно, и все. Думаете, будет свой дизайн какой-то придумывать, что ли? Максим Кац больше года рассказывал, Рассказывал, точнее, как государство съедает блогеров с помощью ВК-видео. Все это время сервис был одним из крупнейших заказчиков рекламы у его жены. Угу. Угу. Интересно. Авторские медиа. Топ наших клиентов за год. Сбербанк, Альфа-банк, Тебанк, Авито, ВК-видео. Фейк? Это так Кат сказал? Ну ладно, поверю, что это фейк. Возможно, фейк реально. А это что такое? А, Светов! А-а-а, подожди. А-а-а. Это уже опровергли? А-а-а. То есть это Светов, сука, фейк разгоняет, да? А ты, сука. Ах ты. Так, ну я надеюсь, жена Каца, может быть, мне какую-то рекламу предоставит. ЗВТВ. Ньюс. Если она рекламой занимается реально. У нее не ВК-видео. Может, что-то получше, конечно, прорекламировать. Да. Он самый опроверг. А, ну все, тогда ладно. Тогда ладно, тогда ладно. Привет, старый. Что там по твоему привату? Я все еще сомневаюсь, покупать ли подписку. Вроде и есть возможность, а вроде хозе. Гримаса бедности. А, приватка, которая за 250 долларов в месяц? Ой, ну слушай. Туда купил доступ один человек пока. И мы с ним общаемся, он мне пишет, вопрос задает, а я на все отвечаю. Вот, мы и в магазин с ним вчера сходили. Он мне спрашивал, что вообще там есть. Я ему все показал, короче говоря. Я вчера на день рождения друга сходил. Я ему показал, как я сходил на день рождения. Сказал, что я купил, короче говоря. У меня тут за окном был какой-то ебейший конфликт вчера. Конфликт, вот. У меня тут конфликт вчера был за окном, прям жесткий. А, да, да, да. И это все в этой супер-мега-вип-ультра-приватке было. Самая главная особенность этой приватки заключается в том, что никто, ни одна сука не сольет контент оттуда. Реально. Ни одна сука не сольет оттуда контент. Ни одна тварь. Почему? Ну, потому что человек, купивший доступ в приватку за 250 долларов, точно не будет этим заниматься. Я думал, это одноразовая оплата. Ты хоть будешь туда скидывать свои фотки-обнаженки? Конечно нет, братан. Да, чел, я вообще по приколу создал эту приватку. Я, естественно, даже не надеялся, что кто-то будет покупать туда доступ. Реально. Просто я работяга, малообщительная. У меня нет времени, и я не хочу навязываться. Да ладно? Слушай, Элла, пассив за 2 доллара. Не, я никого не оставляю покупать туда доступ. Я просто к тому, что вот я с челом там, ну, мы общаемся, у меня там что-то спрашивает. Просто показать, я ему беру и показываю. Считайте, вы покупаете личное общение со мной. Да, 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 я шлюха, и что? Ну, письку не показываю. Он мне сегодня говорит, давай покажи, как ты башню строишь. Я ему говорю, ты что, я ж голенький это делаю. Как тебе это покажу? Я говорю, ну, тут, вот тут, сори, вот тут не могу, как бы. Вот здесь уже не смогу. Покажи какой-нибудь кружок из випки за 250. Да, блядь, ага, сейчас нахуй. Так она то и ультра випка, блядь, чтобы никто не видел, кроме тех, кто там находится. Пока только один человек. Вот. Ну, тут вот, что тут показывает-то. Вот. 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 Ой, короче, там столько всякого вообще. И это я с одним челиком сижу общаюсь, чтобы вы понимали, блядь. Сам собой. Да нет, с одним челом. Я на самом деле думал, я буду сам с собой сидеть там пиздеть. Но один чел подписался, за что ему, конечно, огромная благодарность. Хе-хе. Сука, я в ахуе. Идеально, если бы туда подписался, ну, человек пять. И все. И этого достаточно. Пять, там, десять максимум. Купил вип-приватку. Ребята, очень крутой контент. Очень нравится. Хисус даже показал свою коллекцию вибраторов. Хе-хе. Куда-то там не появится где-то. Чё, докайте. Так скажите, что у вас нет денег. Ну и, ладно. Раньше-то вообще не было. 21 августа. Через сколько дней заканчивается лето и начинается вонючий, ебучий сентябрь. Ну и сами понимаете, чё там дальше. Да, неприятно. Согласен, соболезную. Наверное, поэтому мне хуё устало в последнее время. Да, сердечко уже не выдерживает. Вот. Но, самое неприятное для школьников, как вы думаете, что? 1 сентября у школьников будут забирать телефоны перед уроком. Запрет распространяется даже на образовательные цели. Пользоваться телефоном можно будет только в экстренных случаях. Например, для связи. При этом руководство школы вместе с родителями должно решить, возвращать детям смартфоны на переменах или после уроков. Я даже не знаю, что у вас теперь будут забирать телефоны на уроках. Это вообще пиздец. Это вообще-то, шо это, блядь? Реально, ну, типа, соболезную. Как вы теперь мои стримы будете смотреть? Не совсем понятно. Ох, блядь. Эх, так у тебя стримы ночью. Так ты не забывай, что часовые пояса бывают разными. Вот. И, например, кто-то живёт во Владивостоке. Поэтому, кто его знает? Вот, да, да. Да, да. Равно хуя какая-то неприятная. По поводу запрета телефонов. Запретили пользоваться, но отбирать их по закону. Не имеют права. Максимум могут родители вызвать. А ты типа такой крутой, который знает закон. Ты как Артём Вульф будешь в школе, да? То есть ты придёшь и будешь качать права. Я не отдам телефон. Такой-то закон, такая-то статья. Не имеете права. Ну и шо, ебать? Ну и какая-нибудь бабка тебе просто вот так... На хуй, блядь И пока ты будешь вот так падать Телефон из твоих рук, естественно, вылетит сразу И в слоумо Эта бабка телефон вот так сразу поймает Короче говоря И ведро его кинет, а ты в этот момент будешь падать И все, как в кино Как в матрице Поэтому ты, конечно, можешь сколько угодно выделываться Но что-то мне подсказывает, что... Не-не, ну вообще да Попробуйте Реально, я не шучу Если бы я сейчас был школьником Я был бы самым охуевшим школьником В школе, потому что в свое время Когда я учился в школе, у меня не было интернета У меня не было Всей той информации, что и у вас есть сейчас Кстати, по поводу Хесус Дед Вы все интересовались Че он перестал видосы перезаливать Но я выяснил в итоге Я узнал, как вы думаете, почему Хесус Дед перестал перезаливать видосы Че сразу умер, блядь Че у вас все время У вас две вещи есть только, СВО и умер Или умер на СВО А че-то другое еще есть? Блядь, столько об этом мысли Война, смерть Короче, на самом деле все куда намного проще Во-первых, он говорит, что у него Ютуб заблокировали Хе-хе Мало смешного, конечно, но Горит у него все Ютуб не нервит, блядь А во-вторых, монетизацию отключили же ведь Понимаете? То есть, если раньше хоть какая-то монетизация Все-таки была За просмотры что-то получал А в ОПН Ну да, даже если он ОПН установит Он говорит, монетизации нет Как бы, он уже ради бабла это все делал Ну и все Так что от Хесус Деда Можете уже, наверное, видосов не ждать Ведь Ютуб недавно, Гугл Полностью отключил монетизацию Для российских блогеров Вот так вот так Вот, поэтому да Так что я думаю, что Хесус Дед все И заблочен У него Ютуб Ну, замедлен, я не знаю И, соответственно, нету монетизации Вот Такие вот пироги Печально Ушла легенда Я могу подключить ему монету Через WhiteSense И заливать видео И забирать себе 50% дохода Нихуя ты че захотел Я не думаю, что он, в принципе, этот Хесус Дед Много зарабатывал У него просмотров не так много И еще и половина из России вообще не работает Вот и Хесус Деду Будешь платить подпиской на VPN Я думаю, его это устроит Все-таки 250 рублей в месяц А, вы еще и издеваться решили над ним, да? Ему, блядь, заблочили монетизацию Ему заблочили Ютуб А вы еще и издеваетесь над ним, да? Я в ахуе Ну вы даете, блядь Да, ребятам, да, конечно Да И не стыдно вам? Причем Мне тут уже в предложку начали писать И разбирать Типа, Хесус Дед Это Медведев Почему? Нарезчик популярного стримера Перестал выпускать нарезки 8 августа Точно так же Этиловый политик Дмитрий Медведев В последний раз Писал свою мысль В своем телеграмме 8 августа Ну и, короче говоря, вот Видите, Дмитрий Медведев 8 августа Соответственно, здесь тоже 12 дней назад 8 августа Короче, Хесус Дед Это Медведев Видимо С тех пор, как началось Вот это вот Что там В Курской области происходит Да Он на меня обиделся И перестал перезаливать Но монетку, наверное, нетрудно будет сделать Ждем продажаков От Сенс На Лоузе Зареган и начала Проживающего в Сломабаде Да Такое, в принципе, наверное, возможно сделать Но думается мне Что те, кто будет этим пользоваться Такие аккаунты могут блокировать За обход санкций Блядь По ЗДЦ кринж Этот Хес Дед Как с киком Его прога М3ю8 Не работала там И он хуй забил Искать, как стрим записывать там Тут тоже Подруби VPN Возьми рекламу Заливай Но ты ленишься прост Я в охуе с тебя Да и хуй с ним, господи, блядь Хесус стрим Ты нахуя ему советы даешь Тебе же лучше У тебя больше просмотров будет Я еще тогда говорил Что Хесус Дед охуевший Блядь Когда он, типа, отказался Перезаливать кик Здоровый Хесус Сегодня будет Age of History Чего вообще поебать на канал Ждем освобождение Новокузнецка Поэтому не ебуй С этим Хесус Дедом Чего там Пусть сам думает Не хочет, не надо, блядь Ну, алё Значит, у него есть дела поважнее Чем какой-то канал Я не знаю В последнее время Много таких новостей Рак легких ВСЁ Опять Я не знаю Такое ощущение, что В ближайшие 5-10 лет Мы победим все болезни Рак легких Победили сегодня Российские ученые Изобрели лекарства Так вот Российские ученые Изобрели лекарства От страшного заболевания Испытания завершают Уже до конца года Препарат убивает Только злокачественные клетки Здоровые при этом Не страдают Реабилитация Значительно сокращается А если испытания Пройдут успешно Препарат полетит В массовое Правоизводство Блядь Мы за последнее время Вот таких вот новостей Читали очень много Рак легких Потом рак Чего-то там еще Вылечили Точнее, вот-вот уже Вот-вот уже Потом, соответственно ВИЧ тоже Вот уже все Вот следующий год Потом старость Вылечили тоже Там вот уже Следующий год То есть Вроде как бы И победили Но все новости Как бы Заканчиваются тем Что Ну это испытание Ну вот в следующем году Там может Если вдруг Что-то получится Будет Гостиница Похоже Российские и американские Ученые Самые умные в мире А вы видели Хоть что-то подобное В Украине А что создали Украинские ученые Как это А биолаборатории Для чего там Хесус, привет Пишет мне чел в предложку Хесус, привет Я живу в набережных Челнах Тут делают камазы И технику для войны В последнее время Много заказов И отправок На южные направления Скорее всего Что-то намечается Так что Жидем Помните Тесла Которая была отправлена Кадырову Якобы аж самим Илоном Маском Что произошло С той самой Теслой Которую получил Кадыров А именно Сообщается Что все программное Обеспечение Этого кибертрака Слетело Автомобиль Обездвижен Надо полагать Что программное Обеспечение Было дистанционно Отключено Насколько это правда Я конечно не знаю Вот Я конечно не знаю Но Говорят что Что-то примерно Вот такое Не знаю Минобороны Минобороны РФ С гордостью Показала гражданина США Который воюет На стороне России Минобороны РФ С гордостью Показала гражданина США Который воюет На стороне России Но Есть одно но Есть одно но Есть одно но По поводу этого гражданина сша но знаете что тут прекрасно этого человека зовут какой-то там ну ну и он довольно хорошо известен в сша известен он тем что сбежал в россию после того как выяснилось что он хранил детская порно а сужда житель курской области о встрече с украинскими военными разведка заходила первые первых украинских солдат мы были в подвале с мамой во время обстрела а вечером они сами пришли в подвал видимо прочесывали и сказали что мы в этом доме находимся сказал что я хозяин дома мы горят ничего не будем не ломать вы не беспокойтесь мы не фашисты мы никого не расстреливаем то есть очень вежливо обычные украинские парни мобилизованные вот и вы тут находитесь не выходите и на следующее утро когда я пришел их уже не было они ушли ничего не не взяли не ничего не сломали вчера я увидел что остановились машины я в окно значит крикнул и ну чтобы они меня не стреляли они говорят иди сюда я подошел к ним объяснил то что я хочу эвакуируется маму 15 минут собирай вещи мы сюда сейчас подъедем через 15 минут они подъехали посадили нас машину и на скорости увезли суммы понял понятненько будут говорить что фейк наверное да ну ладно хорошо в украинских сми распространяется история о фитнес-тренере из одессы который в июле повздорил с тцк-шником и пожелал ему сдохнуть на фронте после этого мужчину избили а сегодня появились кадры из леса где привязанный одессит говорит что его изнасиловали и поэтому он вступает в ссу что вы ругаетесь чего ругаетесь а зачем вы провоцируете что глухой нахуй иди чёрт как вы себя вообще ведете как хочу таки веду до свидания на я там не проводит фото видеофиксация видеосъемка иди нахуй чёрт сука иди депутатам пусть тебя пидарасов усаконю шоб ты гандон сука да я осуждаю ёбаный свет нахуй сука да шо ты орешь то господи дядя ты ебучий пошел нахуй ё-моё ё-моё так ладно у меня вопрос к людям из украины как вы считаете тренер себя правильно ведет по отношению к тцк-шник нет да нет а так люди поделились на два лагеря они пишут что да правильно нахуй тцк другие пишут нет неправильно не нахуй тцк но прям сильно на агрессии это делает как тебе сука еще рассказать блядь а не даю блядь иди нахуй да какой опрос блядь опрос в котором будут принимать люди из россии и голосовать да нахуй тцк или наоборот да это нет не имеет смысла а вы кто представьтесь буду я человек тебе гандом я представляться не буду а я как вы то так до людина видносит ты до меня не человек не людей ты сука паскуда ёбаный ты гнида сука тварь ага ага это то что я воевал да а вы себе гандом сука чтоб ты сдохла что вы там сука все сдохли дядь лебучий блядь мы то кто воевал все кто там воюет долбо ёбаный сука конченый рабы вау подожди стоп 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 а вот это уже отчет он тут реально перегибает или стоп все кто там воюет долбо ёбаный сука конченый рабы блядь а вы там сдохли да да вы так кажете вали нахуй пик вы кажете то я что в 53 бригада я что нахуй сука иди это же я вон ждун походу или чё 53 бригада если для него все кто воюет на стороне украины это плохие люди и конченые но иди нахуй со своими гадами блядь не похуй там воевал все вали нахуй а батальон айдар тоже чтоб сдохли иди нахуй со своими батальонами сука я совсем не снимаю им провоцируют и вы скажете что батальон айдар тоже сдохли да да мне похуй вали блядь все ну скажите хоть что-то я кейс на какой-то другого ивана с днем рождения нахты привлетаешь именно сторону украины долбоёб еще блядь иди голову лечи нахуй какую сторону украины и блан что ли пять какую сторону украины мне не нравится в нью-йорке жить а вы хоть разумеете что вы кажете вообще думал говорит этот тцкшнику сразу видишь это гандоны и вучи мусор который нужно уничтожать семьями что я запутался блядь кто есть кто кому на ты говорит за то что вы кажете вы думаете что вы кажете это не тцк а кто это блядь все приедем с руководством будем общаться ну так это ебло не на тцк хуйню пиздит она военных которые защищают родину посадили на бутылку его не хуй ебло открывать блядь одни говорят что это тцк другие пишут какие-то менты третьи пишут военные блядь да вы чё сумасшивались посадили валять сообщение не получилось всего доброго ребят вам удачи как понимаю это тренер соответственно какой-то спортзал а тцк ходили по спортзалам удачи удачи военно они сами говорили ну то что они воевали да ну а те кто в тцк служит или работает я не знаю чего там делают они что обычно не воюет что ли тцкшники они как вообще только ловит людей отправляют на войну а сами в этом участие не принимают не все ну мало ли это какие там тцк шники блять или еще что-то короче я я же там не был к и поэтому я я делаю выводы исходя из то что тут вот видно и все есть что пишут в пабликах украинских ну алё ребят да удачки всего хорошего вы умеете короче говорят потом его избили вот эти фотографии после вот этого случая и спустя какое-то время появилось вот это видео я осуждаю если что я пидор метрошот имели попу я буду служить в разженых силах украины привязанного к дереву осуждаю осуждает слова осуждаю то что он тут говорит не осуждено может быть и перегнул словесно но это какая-то хуйня тоже блять что-то тоже перегиб какой-то к дереву его привязывать пиздить в лесу где-то это вообще какой-то трэш нахуй тоже бля нет у них бронь бронь у кого-то цкшников у я не слушай чада кого тут слушать блять все говорят по-разному что в чате что в этих пабликах блять непонятно кто говорит правду кто есть кто ой короче ладно тцк это те кто отвоевали я слышал что в украине есть возможность реально купить бронь официально буквально она как бы продается что типа за 500 долларов в месяц ты можешь купить бронь от от мобилизации и типа просто ежемесячно платить 500 долларов тебя никто не мобилизует но ты должен платить бабки нет такого ну ладно тогда тогда ладно значит наебали да я все понял ok нету а папич как сидел то вы у меня что ли спрашиваете как папич сидел ну слушай папич человек не бедный с деньгами как сидел как он выехал вообще за границу тут лучше это спроси они не я могу предполагать тцк это биомусор который всеми силами пытается завербовать норм челов в войну дабы самим не идти воевать на никому нахуй не нужную войну передайте тцкшнику что я прострелил голову его маме я лично в чехии иди нахуй долбоёк зашу вот если бы никому нахуй это война не нужна была в украине украина уже давно давно была бы под путиным и я не знаю нахуй тцк чел перед откуда ты сам соответственно да чел но мне кажется при путине тебе было бы вообще не сладко понимая что война это тоже хуйня полная и очень не круто и очень неприятно но при путине жить конечно особенно будучи украинцам мне кажется это вообще жопа жопная короче говоря спасибо тебе конечно за два доллара за первые вторые но иди нахуй блять ты перегибаешь тоже хуйню не неси осуждаю челси балси оправдывает свой съеб возможно я не дорог донатит видимо из-за границы откуда чат вы долбоёбы я с вас ару я в чехии родился и живу тут всю жизнь но мне ежедневно приходится сталкиваться с уебками которые сибались из украины и ходят тут дохуя патриоты не спорю есть и норм челы но блять вы ебнутые если дефают и тцк и так по-моему сейчас тут речь не о том что кто-то тцк дф ты начал горишь и война нахуй никому не нужна но при этом и блять живешь тебе виднее видимо из чехии до нужна ли там война это или нет или как украинцам жить при путине блять или еще как то можешь вообще при гитлере до советское время нары когда вторая мировая началась нам нашим дедам тоже нужно было хуй забить нам нам война не нужна чё пусть гитлер идет захватывает вот спасибо тебе кажется 2 доллара да вот просто как бы ну а тут странно я думал ты украинец в украине родился может съебался но так или иначе а так то ты вообще в чехии говоришь родился да при этом за войну что-то говоришь и рассказываешь очень странно конечно ну ладно так может он уехал после начала войны подожди еще раз по моему же он сказал что я в чехии родился и живу тут всю жизнь кто уехал то блять алё ты как слушаешь то так ну а война ребят завершится через два-три месяца поэтому можете радоваться хух наконец-то два-три месяца осталось вы на расскажите фейк нет потому что об этом сказал вообще являетесь алаудинов ебаный дуров ну когда ты починишь телегу свою поганую блять и звук на ваше направление какой ситуации у нас на фронте обстановка абсолютно подконтрольная пока нас не было противник продвинулся на территории подконтрольная говорит но противник продвинулся с момента как ахмат прибыл на этот участок мы его полностью остановили и уничтожено мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга чат выдал боёбы яс вас арум и телеграмма пишут говорят это когда начинает уже направление чеченские войска выбросы свои позиции нет это неправда потому что чеченских войск здесь почти не было здесь было очень мало чеченских подразделений и там где они находились они до сих пор эти позиции держат о том что чеченские силы кого-то пропустили писали только цепсошные каналы я и те каналы которые в россии тоже являются про украинскими а какие-то в россии они какие вообще каналы в россии является про украинскими очень много пленных нет это ваши чеченские плены собрали ну это вот получилось на участке о котором я говорю получилось что они очень много пленных 5 пленных получилось у них что они взяли я думаю что ближайшие два-три месяца полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении а полностью все и слово спасибо вам большое спасибо два-три месяца два-три месяца также хочу еще вот какое что добавить сейчас я вроде как а да вот берем попкорн и спокойно наблюдаем за тем как наши уничтожают противника ситуация тяжелая но она не критическая ситуация так или иначе риска к тому чтобы стабилизироваться максимально уже контролируем ситуацию ситуация она уже принципе потихоньку стабили обстановка на принципе привет лёха как дела под контроль мы завершаем уже в принципе можно сказать уже завершили блокирование противника что новка она подконтрольная рабочая противник принципе остановлен остановили полностью продвижение противника и сейчас уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга нам уже всем нужны психологи это самый пиздобольный пиздобол вообще за все вот эти вот там сколько уже почти три года войны да то есть но это же вообще пиздец это же как так можно было напиздеть за буквально сколько за 15 дней каждый день блять я в ахуе вообще и и зачем самое главное мне кажется украины осталось на 23 месяца апчхи балаболдиев да да лапте аладдина блять условия в студии кажется что-то перепутали и уже можно сказать напрямую обвиняют путина в провалах я вам так скажу нашей власти весной этого года был вручен колоссальный кредит народного доверия но было бы очень большой ошибкой считать что этот кредит доверия не исчерпаем считать что он вечен неприкасаем если он будет расходоваться так как он расходовался последние два ну наверное два с половиной месяца я боюсь нас ждут очень большие политические проблемы о май гад нас всю страну каждого из нас они ждут противник воюет не на жизнь а на смерть на нашу смерть он борется за свое выживание а у нас слишком многие и в политической элите и вокруг нее исходит из того что главная задача вернуть все в 21 февраля я опять не оговорился не в 23 не в 24 в 21 в момент признания донецкой луганской народной республики россии в качестве независимых государств ну что-то конечно завоеванного оставить крым-то многие купили себе поместье ну и там лепсу что-то подкинуть но ведь слишком многие и хотят вернуть все назад и замок во франции и особняк в лондоне и пентхаус нью-йорке можете мне его отдать этот пентхаус в нью-йорке я за ним присмотрю и шикарную виллу в дубай ну и виллу в дубай тоже тем не можете можете мне его отдать куда теперь тоже не особенно поездишь правда это тоже большая проблема это очень лояльный человек очень хочется верить нашему государству да но еще больше хочется дачу на коме и в дубай это больше хочется чем патриотизм там вот это все но даже я с моей биографии с моей генетикой начинаю нашему государству не доверять а что же думают люди в ма ты дыши ебанут и такое что тут на украинском написано или что это сусом петербургском метро куда наши начальники не спускаются ой 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 ну что все ждем уголовка или тромбы даже не знаю что там еще может это на соловьев life такое уже продвигает вот смотрите что такое а какая-то я не знаю какой-то прогрев что ли гуев там или кого блять пара исходит я чё-то не понял в кремле начали обсуждать объявление новой волны и мобилизации из-за наступления в с у в курской области медуза на опять какие-то источники да ну хуй знает что за источники но правительство рф и близкие государства бизнесмены выступают против мобилизации так как это выбит из экономики последние трудовые ресурсы работать уже некому а тут одних заберут другие начнут ныкаться поэтому более вероятно что к боям в курской области будут массово привлекать срочников но опять же насколько это правда никто не знает как сообщали сми владимир путин отказал во встрече павлу дурову зато президент удостоил отдельного внимания адама кадырова в чечне который первым делом поспешил выложить в запрещенный инстаграм совместное фото с путиным приоритеты приоритеты конечно да на другие сыновья рамзан и которые вы тоже провели фотосессии с президентом пиздец это конечно пиздец владимир путин в грозном лично посмотрел как адам кадыров стреляет в тире вот как шо почему так наушники натянул ладно если б я так наушники носил потому что у меня башня на голове а он чё что это что с наушниками блять какой-то пиздец чем бегать за этим кадыровым я просто не понимаю за адамом это будущий президент россии что ли ужас блять зато здоровым отказался встретиться ну а ну ладно чё я хочу задать вопросы власти владимир владимирович как вы допустили что что курской области вошли враги вот скажите пожалуйста мне ответьте на вопрос вот еще еще у меня вопрос к власти к властям курска ребят честно извините меня конечно ребят вы совсем охуели извините меня конечно вы что с ума сошли вышла охуели депутаты вы совсем охуели по 10 тысяч рублей последовавшим людям вы платите это вообще это за гранью моего понимания честно еще мне вопрос александр иванович бастрит вы глава разведки разведки что вы сделали как 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 так вы допустили что они вообще вошли на нашу территорию скажите мне пожалуйста как вы так допустили и что вы сделали чтобы это прекратить вы на них завели дело этой бумажкой который вы завели дело как вы только могут украинцы могут только потерять осуждая долбаеву блять оливанс тублей спасибо жоп потереть и выбросить вам ее в лицо вот честно вам скажу скажу вот так вот у меня вообще люди возникло сомнения что меня мою семью власти может защитить сомнения возникли вот честно у него сомнения возникли какие-то нихуя себе спустя 30 лет при путине учила блять только сейчас сомнения возникли какие-то я в ахуе сегодня суджа завтра курск после завтра шахты ростов шахты ростов честно у меня с булочка сусиску ю меня возникают у меня пропадает доверие к власти ого мы слышали у него доверие начало пропадать власти ебануться можно а булочка сусиску и у тебя не пропало блять и у вас наверно тоже вот когда вы это видите еще вот спасибо вот 10 тысяч рублей рублей компенсации это вообще это пиздец честно людям по стадашям такие деньги даже булочку сусиску и не купишь свои дома всю технику которые вот уезжают вынуждено их крабят и в индии 10 тысяч рублей ну власть серьезно это вот реально как будто чутбанет если бы остался толстым еще и говор похоже москвичи вот эти вот если москвичи что-то произошло в крокусе вы им по миллиону давали или по 500 тысяч а нам по 10 тысяч рублей провинциалам это не я сосками долей что вы начали забывать что москва это еще не вся россия еще кутузов говорил что спать или москву не потеряна россия вы начали забывать что москва это еще не вся россия россия это многие города ростов ку так скиньте мизу ли не короче говоря вот этого товарища от учет он блять разу ебался реально слишком много говорит надо бы ему извиниться еще раз здесь теперь после этого еще уголовно делал на него административные так далее и тому подобное а зачем ты высмеиваешь этого чела долбоеб а потому что он хуесос уже гандон который все это поддерживал все это время да ну опять же исходя из-за его риторики исходя из того какие фразы он соответственно употребляет на букву х например ну видно что чел скажем так было не против всего того что в украине происходит а как соответственно его за жопу взяли да немножко видимо что-то он ощутил уже в своей заднице блять так сразу же к завопил блять видите ли его обманывают а до этого увидели не догадался бешу счета не так происходит вот так что ну как бы извините мне кажется что в данной ситуации происходит злоупотребление свободы слова узк белгород саранск красный екатеринбург вы начали забывать что и ставить москву во главу угла вот что я вам скажу сегодня я очень слой вот честно спасибо с города сайска ростовская область очень адрес вы скажи давай вот честно это ваши вообще не слов метод депутатов которые 10 тысяч рублей людям дали спасибо с вами был материн когда мы с вами в шоке братан мы сами охуели когда увидели эту новость да 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 меня посмотрел знал бы еще раньше об этом проснулся блять реально ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй 3 сентября в ставрополе выступит патриотическая группа любая за гонорар 7 и 8 миллионов рублей 14 сентября ставрополе также выступит патриотический певец шаман за гонорар 15 миллионов рублей гонорары будут выплачены из год госбюджета но напоминаю курским беженцам обещано по 10 тысяч рублей вы держите здесь вам всего доброго хорошего настроения здоровья патриоты бесплатно выступить то не могут для своих для наших за 15 миллионов только и как вы думаете шаман сколько из этих 15 миллионов отправит на помощь курским беженцам может патриот все-таки на наших 10 тысяч рублей напоминает это не все далеко получает скажем так мне кстати такая же херня пришла от госуслуг помогите жителям курской области здравствуйте вы можете помочь жителям пострадавших районов курской области с помощью маркетплейса озон купите один или несколько электронных сертификатов помощи номиналом 500 рублей они автоматически отправятся тем кто подал заявление на получение поддержки через госуслуги если хотите ребят можете реально это сделать вот но мне конечно не совсем понятно неужели у государства настолько все плохо с финансами и с деньгами что блять они выпрашивают уже помощь 500 рублей блять у других жителей страны ебануться просто ну типа ай 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 а они просят через озон блять покупать какие-то купоны при тем временем шаману 15 лямов на иди концерт сделай патриот который не может блять я не знаю для пострадавших бесплатно выступить я още в шоке блять новые видосы суд же ну-ка когда война началась а учитывали на то что происходило на границе но и до этого же была война ну как-то такой между собой с конфликтом какой-то стариков побросали женщин больных детей это хорошо что украинцы нам привезли воды а то без воды сидели целую неделю света ни воды ни газа ничего это детектор дронов он зараз показывает что плюс-минус здесь в районе крышляя российский беспилотник вон и бьють люди страждают миссаре від цього он и постійно про цикажет хочет миру але від кого дочекаться воно не знают просят всех благают у меня ребенок инвалид первой группы шарах чем летим вам ходить не может я в убежище его ведут 45 минут то даже дети живут понимаете вот есть надписи люди дети живут они вот живут понимаете вот буквально второй день они выходят в город что-то могут взять там наши висковые допомагают населену дотримуючись международных норм створена військовая комендатура подключена вода вчера была также обеспечена продуктами харчувания бутыльованою водой хлеб не вижу 10 дней хлеба не видели они приезжают в сумские в поляночу я неправильно выговорил сьогоднего дня вот и військовые лекарь здействуют прием выдаются людям необходимые документы и леки сьогодни было 10-15 человек провели прием на двое допомогу была женщина сегодня с осколковым поранением ну будем тут лекарствовать я сделаю хирургическую обработку ранее почистить знаете мы в родине и не в краю ну под Украину рядом Украина мы ездили за продуктами туда постоянно когда война началась 6 до этого просто стреляли не стреляли так вот и больно а я думаю что началась именно война станом на 19 серпня за заявами украинской влады украинская армия контролю и 1250 квадратных километров территории у курской области и 92 населенных пунктов ой бля да что вы хотите то блять пожилое население которое сидело телек смотрела блять вы думаете ну что они еще должны говорить путин отдал приказ до 1 октября вытеснить высу из курской области ну ладно удачи по данным следствия блогер алексей поднебесно совершил отношения 15 лет девушки развратные действия без применения насилия также вступил с ней в половую связь что он тут рассказывает подозреваете совершение преступления предусмотренных частью 1 статьи 134 уголовного кодекса российской федерации и частью 1 статьи 135 уголовного кодекса российской федерации признаете ли вы себя виновным в совершении указанных преступлений отказывается давать показания хорошо 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 так ну помимо этого вот тут его введут тоже в клетку ему угрожает убийством чтобы понимали сокамерники говорят говорит что бля вред девушка представился представила совершеннолетний он узнал что и 15 лет за два дня до ареста то есть не знал короче говоря что ей нет 16 лет короче говоря а 23 лет не да она представилась а проверить документы типа ну ну такие понятия преступная они не разбираются в обществе извращенная двуличная это вылечили цемерие общество которое работает блядь блядь эти сука журналисты блядь ничего не слышно сука 24 год на дворе блядь камеры фотографируют бесшумно нахуй отходит блядь со своей хуйней нихуя не слышно блядь трещит трещит сука шо за камеры у тебя там долбоеб кого блядь этим судьям бы я не знаю рэп записывать как именем просто нахуй ты судей работаешь иди в рэп или нормально разговариваешь у тебя судьи понимали ну реально как торопишься что ли куда-то я понимаю что у меня стрим там по вечерам у вас оропиться ты человек в тюрьму садишь делай это адекватно ну как будто состав это все глупый стандарт вообще похуй а жена на китайском читает нет так можно любого человек посадить блядь просто парамлям лишь все поднос а потом оказывается это какая-то там жесткая статья тебя блять смертная казнь блять у судей очень плотное расписание ну да ебало подсудимого представил а я просто не знаю как другие судьи работают тут не могу конечно сравнивать ну например как в америке там тоже они на английском или чисто именем вызываешь его зачитал учет у вас даст под местного блять примус сажают вот приговор зачитываем они по 20 дел в день могут судить и каждые несколько страниц зачитывать ну блять так пусть тогда прошу прощения пусть тогда это не судья делает она и растет какая-нибудь просто текст копирует дают чату g5 и чат g5 все зачитывает в ускоренном темпе хотя бы понятно будет а этот проглатывает окончания слова еще и мямлит тихо говорит микрофон для кого там стоит вообще поднебесный у него реально фамилия такая или это никнейм типа поднебесный чё почему под небесным называет тебя если меня так закрыли меня бы хессом называли фамилия у него такая я думаю ты погоняла да не повезло не она ему реально пиздец будет в тюрьме типа ему там ну будь не сладко прям совсем я так скажу реально алексей поднебесно отправляется в сизо на время следствия как минимум ближайшие два месяца блогер проведет за решеткой решение об аресте только что принял смоленский район из футпетербурга вот короче говоря хуёво ему будет очень сложно да ну чё тут еще добавить даже не знаю что еще добавить думать головой надо было и быть предельно аккуратным тем более то в его случае на что надеялся на шо рассчитывал вообще непонятно пиздец короче полный китайский блогер под ником таким-то а под ником блять собрал полноценный танк для world of tanks внутри два монитора и пушка которую надо перезаряжать мне ради этой игры было в принципе лень даже я помнится стрим подрубать чтобы рекламу сделать для этой игры а это целый танк собрал ради этой игры не ну а здесь пробитие можно сделать в этом танке и а а и а и и а а и и Погружение, я понял Бля, можно так же собрать какую-нибудь херню Какую-нибудь комнату, да Чтоб полное погружение в сталкер сделать Ну, чтоб там, знаете, радиация тебя настоящая ебашила Чтоб у тебя был какой-то дозиметр Вот этот, вот, короче, да И он у тебя щелкал там И чтоб у тебя вброс радиации был в твою комнату Когда ты в самом сталкере наступаешь на какую-то радиоактивную хуйню И чтоб тебя облучала нахуй радиация в реальной жизни Чтоб прям реально стрёмно было играть Чтоб ты после там двух часов игры Ты просто, я не знаю, там, выходил из комнаты У тебя волосы с головы, блядь, отпадают Аномалии тоже, ну, не помешало бы, кстати, да Но аномалии сложно будет организовать А вот радиацию сделать, я думаю, вполне реально Блядь, у него чё, штаны? Блядь, что, сука? У него штаны, нахуй, блядь Отспали, блядь Себать, настоящие танкисты, блядь Мне неудобно свои залупы донатить Намного удобнее А это для пробития штаны спали Теперь самая странная новость за последнее время Вот тут я вообще не понял прикола Пассажир С-7 Опаздывал на рейс И залез в багажный отсек самолёта И тут вы, наверное, подумаете Ну, наверное, он опаздывал на рейс Москва-Амстердам Или Москва-Дубай Или Москва-Бали Нет, блядь Он в Новокузнецк летел Мужчина хотел отправиться в Новокузнецк Из Новодедова Но не успевал Опаздывал Он притворился чемоданом Это вообще пицца Как можно притвориться чемоданом? Ну, ладно И попал в багажник самолёта Который, как оказалось Готовился к рейсу в другой город Вот, поэтому спустя час Работая кинолога в самолёт улетел Короче, сняли его с рейса Пиздец Это же надо так, а? В Новокузнецк так хотеть улететь Это вообще Что же чемоданом притворился? Ну, странный чел, конечно Так, это что такое? Мы с вами встречаемся Ой, блядь, не хочу слушать Четыре минуты это говно смотреть Оказывается Он ещё может удивлять Это поразительное видео Встречаясь с тремя матерями Беслана Путин почти с первых минут Начинает говорить про организаторов на Западе СВО и прочее говно Не удивило бы, если бы он сказал Что теракт в Беслане организовали в Украине А ещё поражает фраза Как в борьбе с терроризмом Мы достигли своих целей Нет Терактов круг всего там году А потом на Северном Кавказе Видимо не было, да? Ну, короче, понятно Сидит, пиздит Ничего удивительного Мем дня Анонсированная Мафия 4 Кстати, анонсировали Мафию 4 Сюжет, который развернётся В итальянской Сицилии Получит, вы не поверите Русскую озвучку Фейк? Всё Ладно, идём дальше А, не фейк? Так фейк или нет, блядь? Давайте я буду банить Перемочём нахуй всех ублюдков Чать, которые разгоняют Что там якобы фейк, блядь Мафия 4 Сюжет, который развернётся В итальянской Сицилии Получит русскую озвучку Но не получит итальянскую Интересно, да? Столько озвучек Там, китайская Корейская Японская Чешская Да, а нет Вот, да Чешская озвучка есть Испанская Немецкая Итальянской озвучки нет Только текст Это пиздец Конечно, обидно Байкеров могут обезать Ставить заглушки на выхлоп Такое предложение поступило в Госдуму Извинение уменьшит шум на улицах Ура! Наконец-то Вообще, я считаю, что надо не только Обязывать байкеров это делать Но и вообще, в принципе Всех других Долбоёбов Конченых Которые, соответственно На машины ставят Все вот эти вот Штуки, да? Чтобы все оставили Глушители Накуй Заглушки И не пердели под окном Особенно по ночам Уёбки, блядь Свиньи, сука Серийный убийца Домодедовский Упырь какой-то Вышел на свободу И исчез Иван Какой-то Гимнотизировал своих жертв После чего Убивал их Чего, блядь 20 апреля Он освободился С ИК Отсидев там 25 лет На учет в МВД По месту жительства После освобождения Он не встал А просто пропал Если не объявится В ближайшее время То его объявят Федеральный розыск Те, что, блядь Нормально, че нет Илья Яшин Отказался получать Политическое убежище В Германии Взвобожденный Из российских колоний В рамках обмена Заключенными Политикой Илья Яшин Отказался Предложенному Ему Политическое убежище В Германии Об этом Сам Яшин Рассказал В интервью Блумберг Ранее Политик Говорил, что Не давал Своего согласия На обмен Яшин Рассказал Что Статус Политбеженца Для него Неприемлем Так как Означало бы Что он никогда Не сможет вернуться В Россию Ну тут он ошибается Потому что В Россию Он бы не смог Вернуться До момента Пока бы сам Этого не захотел То есть Был бы у него Полит убежище Ему бы никто Не запретил Все равно вернуться В Россию Тем более Когда бы Соответственно Сменилась власть Вот Политик планирует Получить немецкие ВНЖ На других основаниях На каких Конечно Яхезе Вот Также он заявил Что он уверен Убеждать власти ЕС Расширять персональные Санкции против Российской власти Яшин Хватит себя героя строить Ну Хочет себя Патриотом Показать Что он Вот так Он в Россию Хочет вернуться Ну Дайте ему Показать Что он Такой вот Классный Ну Реально О Вот это Вообще Правительство РФ Одобрило Законопроект Который Позволит Привлекать К ответственности Уехавших Россиян По 6 Статьям Коап На Релакантов Хотят Составлять Протоколы За оскорбление Главы государства И Распространение Недостоверной Информации Вот Да Итак Что же у нас тут Речь идет о статьях Связанных с Экстремизмом Злоупотреблением Свободой слова Злоупотреблением Свободой слова И дискредитации Армии РФ Соответствующие поправки В Коап В 20-м году Предложил Вынести Какой-то хуесос Пишет коммерсант Со ссылкой на Проект Официального Отзыва Правительства Как утверждает Издание На Релакантов Предложено Распространить Часть 9 И Часть 10 Статья 3.15 Коап Распространение В СМИ И интернете Недостоверной Общественно Значимой информации Создающей угрозу Общественному порядку Так Часть 3.5 Часть 3.5 Статья 2 Блядь Сука нах Оскорбление Главы государства Оскорбление Главы государства Чиновников И государственных Символов Статья 23.1 Возбуждение Ненависти Либо вражды Статья 23.2 Призывы К нарушению Территориальной Ценности СРФ Так Подождите А разве Эти статьи Уже нельзя Использовать Против тех Кто уехал Из России Чё за хуйня Да вот например Даже дискредитация ВСРФ На лево И на право Эти уголовные дела Заводят По этим статьям Чё за хуйня Вообще Для На тех Кто за Пределами Находится Я чё-то не совсем Понимаю А смысл этого Если оно и так Уже так работает Алло Короче Я не понимаю О чём это новость Если эти статьи И так работают Против тех Кто уехал из России Уголовные дела Заводят же Алло Я чё-то Я не понял Ну ладно Похуй Какой-то вброс Очередной Ну походу нет Да как нет То если да Сейчас за право Нарушения За границей Гражданинам Можно привлечь Лишь по статье 2033 Участие в деятельности Нежелательной организации Что Странно Блять Ну да ладно Майкрософт Закроет доступ К облачным подпискам Для российских компаний Со 2 Сентября Так Ты видел новость Как днепровские Офисы Заскамили Зэтный паблик Да Видел На миллион рублей Да Хесус Чат Моё почтение Поздравишь Пожалуйста За нищие 2 доллара Ебать Вот это мне Конечно Ютуб рекомендует Хесус провёл Самый страшный Жуткий Эмоциональный Стрим Из Новокузнецка С Мозеловым И Антошей Нормально Вообще Такое мне рекомендовать Алло Нахуй Очень сильно Ебать Тут страшный Дон Такой Приветствуем Смотрящих Это Донат Полит О Опа Уже работает Ебать Ура Здорово Здорово Как слышно Приём Заранее хочу сказать Сразу Ребята У нас Охуенно стрим был Да Не На самом деле Реально Находимся Я бы сказал Легендарный Один из последних Это ж я За три дня До Полёта в Америку Какого числа Там мы были В Америке В Новокузнецке За неделю До того В Нехорошем районе Здесь очень Нехороший Последний Мой Скажет Моё посещение Новокузнецка Прям Бля Там менты Проехали Булочка Страшно Уже меня искали Нахуй Где этот Хэсус Он скоро Блядь Сбежит Предатель Надо его Срочно Ловить Эх Были времена Конечно Потому что Неожиданно Падает Подъедем к отелю И там уже Понята Мы щас будем Приезжать Через улицу Доз Блядь Интересно Что это такое Доз Интересно Сколько Больших И сколько За них Примутать Ой Бля Вот она Так там Весь сюр В том Что мы Потом Эту курицу Ебучую Ай Чего это Ай А так ты Уебал их Просто Да Пофоткаться Хочет чел А я подумал Что меня уже Пиздили Да сядь ты Блядь В машину Ебал Чего вы понимали Вот это Страшное место Это не где-то За городом Это моя школа Слева Я здесь учился Вот по этой дороге Я в школу ходил Каждое утро Такую же темень Блядь Блядь Это припять Ну посмотри ты крепил Это школа А локация Как будто из сталкер 2 Локация Как будто реально Из сталкера Даже графика Такая же Хуевая Ха-ха-ха Ладно шучу А ладно Подарю Сейчас подожди Эм Эм Хуя На Ермакову Что ли Ну Кузнецкий Большое спасибо Нет Нормально Я просто не видел Туда ехать Я не хочу Ну там что показывают Давай сделаем Чтобы страшнее было Так это нормально Мы же в коттедж едем Владислав Где контент ради вас Можно фары Как-то подниму Это прикормка Для тех Наброса Пустим Сука Эф Не 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 Блядь Бать Стрел Супер Ты закрыл? Все Прикинь С куста Мишка Фредди Выбегает Супер Ребят Напоминаю Мы едем В место Где я жил Да Я выйду Так я говорю Я в этом лесу Вот там Короче понятно А я реально там жил Я в лесу жил Реально Алё блядь В конце 23 Мой лучший друг погиб В токатастрофе Глядя на твой Ирл стрим Я бы многое отдал За то чтобы посмотреть На наши с ним встречи Не ну я бы не знаю Что бы я Мог отдать Чтобы вернуть Тот стрим Те времена Когда мы С Мазелом С Антохой Стримили ИРЛ В Новокузнецке Я помню Что мне было Через пару дней Очень хуёво В этом Новокузнецке Не то чтобы Я хочу туда вернуться Вернуться К родителям Да К друзьям Ну да На недельку На две можно Блядь Заебал этот Ютуб Какого хрена Он мне начал рекомендовать Видосы С того самого С тех самых стримов Из Новокузнецка А Давай на больное Не дави дебил Тварь Что за намёки Здесь Да ё Причём сам Начал это делать Да Блядь Ты посмотри на гондон А он теперь мне Ещё вот это рекомендует Хес и братишкин Покоряют Москву Полная версия Ну не гондон ли, а? Сейчас ещё раз Обновим Николай Дроздов Блядь Ну ты чё И вообще Всё Перестал Ах ты тварь Блядь Хесус, Мазелф И Антоша Приехали в отель Новокузнецка Вот урод А Вот урод Вот урод Урод Блядь Да Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...